Золотая лихорадка Золотая лихорадка Золотая лихорадка Золотая лихорадка Золотая лихорадка Приматы Ильич Чкана, судя по мундирам, тоже кое в чем преуспели. Этой шалости художник дал название «психодарвинизм». Новое исповедание веры. Дарвин пропущенный через Фрейда. Бред? Да. Художник этого не отрицает. Наоборот. Говорит. Да, вот такое идет. Идиотия Идиотия не просто медицинский диагноз. Это тип сознания, выбранный современным художником стратегия. Человек, демонстративно говорящий другим «я идиот» на самом деле не безумен. Это проверенный временем способ быть откровенным. Когда человек говорит о себе, он наименее всего совпадает с самим собой. Дайте ему маску, и он скажет вам правду. Советовал Оскор Уай. В 16 веке были популярны хари и рожи. Именно так официально на Руси назывались святочные маски. Маски 20 века. Как выглядят они? Когда любая идентичность стала считаться ложной, а любой персонаж с живописного полотна или киноэкрана стал заведомой цитатой, готовой к употреблению в самом непредсказуемом контексте. Дадаист Марсель Дюшан не только придумал свое женское альтер-эго, некую Россе Лави, но и превратил в травести Джоконду. Кстати, после этой шутки Мона Лиза стала самым пародируемым произведением мирового искусства. Художник, кинорежиссер, кино- и телепродюсер, шоумен, манекенщик, скандальный, известный персонаж, Энди Орхол менял маски всю свою бурную жизнь. Прическа, парик, большие очки. И все сразу понимают, перед нами сам Энди. А это же переуплощение Орхола в любимый персонаж. Мерлин Монро. В личном арсенале японца Йосумаса Маримуры только персонажи западного пантеона и предпочтительнее женские образы, что, впрочем, связано с традицией японского театра кабуки. Но автор демонстрирует нам не только свое искусство переуплощения, изменив подписи к известным работам. Мистический абсурд Гои у Маримуры превращается в кривоватую ухмылку. Вместо фразы «Им теперь есть на что сесть» возникает новое. Посмотрите, это модно. Ведьминский шабаш заменен пародией на бизнес-вуманскую карьеру. «Я лечу». Это ваша вина, что вас используют как стартовую площадку. Лицедей отечественной арт-сцены Владик Мамышев-Монро разыгрывает роль того, кто срывает маски, говоря правду о других и о себе. Карьеру-трансформеру художник начал с образа Мерлин Монро. Но потом репертуар расширился практически беспредельно. Владислав Мамышев побывал Гитлером и Любовь Орловой, Жанной Дарк и матерью Терезой, а Самой Бен Ладеном и Папой Римским. Причем гримируется и костюмируется он не только для фотосессий, но и для походов на вернисажи и прочие светские мероприятия. Владислав Монро не только превращает в себя обходящую цитату из истории и искусства, он представляет саму историю некой вечной пати, а ее участников – вечными тусовщиками, забавными, безобидными и взаимозаменимыми. Маска шута, юродивого, городского сумасшедшего, то есть героя, действующего, невзирая на последствия, не притворяясь и не стараясь сделать карьеру – это давно уже стало синонимом арт-деятельности. Стратегия нового юродивого – почти традиционная стратегия юродивого классического с некоторыми временными коррекциями. Двойную игру ведут художники синих носов. Маски клоунов и дураков скрывают язвительно критиков как властной идеологии, так и обывательского сознания. Создавая шапош-карнавал, Вячеслав Мизин и Александр Шабур представляют сегодня нитшианских героев, борцов с современной моралью, этим недобоваримым компотом и сквозного патриотизма, гендерного фанатизма и высокотехнологичного культизма. Выступая вдвоем против, они наследуют традиции философства с молотом, а также петардами, кетчупом, кабачковой икрой и прочими подручными средствами. Синие носы принято считать исконно русским явлением, ведущим свою традицию эксцентрического поведения о чудачеств юродивых, блаженных черных монахов и сибирских шаманов. Неунывающая парочка представителей британской арт-сцены Гилберт и Джордж сделали свое творчество автопортретным, помещая собственное изображение в центр композиции. Живыми скульптурами, пародирующими облик и повадку мелких клерков-обывателей, художники снискали мировую славу. Создавая искусство для всех, искусство для всех, так называется студентик художников, отождествляя себя со своим искусством, Гилберт и Джордж умело и с юмором пользуются парадоксами и условностями современной культуры. Художники обращаются к фундаментальным человеческим проблемам общества, таким как алкоголизм, гомосексуализм, расовая напряженность, насилие, безработица, религия. На итальянской выставке в одной из варшавских галереи два члена парламента Польши бросились на помощь скульптуре, весьма натуралистично изображающей папу римского, придавленного метеоритом. Другие народные избранники пытались снять с папы метеорит и привести фигуру в стоячее положение. А один из консервативных журналистов постарался набросить на скульптуру простыню. Таковой оказалась реакция на произведение Маурицио Кателана «Папа римский убитым метеоритом». Уже давно за этим художником закрепилось определение – провокатор. Подрывник всех существующих представлений, он и на сей раз создал ситуацию, казалось бы, сюрреалистическую, но и вполне нормальную. Папа в воплощении Бога на земле и в то же время простой смертный. И с ним, так же, как и со всеми нами, может произойти все, что угодно. Например, вдруг упадет метеорит. А это значит, что его воплощение и представительство Бога на земле подвергается сомнению. А это значит, что за этим папой будет другой и так далее. Что же есть вечное? Отнимая у нас с веру, как власть разумности и порядка, художник предлагает обрести уверенность самим по себе. Вера и религиозность практически слились в общественном сознании. И смех используется художниками, как инструмент освобождения веры. «Ничто так не сближает людей, как безобидный смех», высказался зеркало русской революции Лев Толстой, имея в виду нерациональность смеха, способного прорваться трансцедентное. Как знать, может быть, религия будущего будет основана на смехе, как на общении с трансцедентным? Этому миру всегда противостоял иной – мир смерти. Но парадоксальным образом и мир смеха – шутовства, где все по-другому, на выворот, наоборот. Существо смеха связано с раздвоением. Смех открывает в одном другое, неосоответствующее. В высоком – низкое. В духовном – материальное. В торжественном – логичное. В обнадеживающем – разочаровывающем. Смех делит мир надвое. Создает бесконечное количество двойников. Создает смеховую тень действительности. Раскалывает эту действительность. Так смейся, смейся, человек, кружа в карнавальном вихре земных проблем и забот вместе с художником. Смейся и над ним. Ведь он и сам не прочь рассмеяться. А потом и пропеть, прокричать. Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok